Итак, Fatal Disciples, игра основанная по мотивам трилогии компьютерной игры Disciples. Выбираем новую игру. Потом предлагает пройти обучение, в частности, прочитать. Пропускаем его. Далее, выбор одну из пяти раз. Нам предлагается сделать самое здесь удобное, скажем так, самое легкое. Это игра раса и нежи. Класс Воин. Выбираем средний уровень сложности. Для начала, вот мы начинаем в городе, нам нужно набрать нашу команду, наши войска, нанять слабые войска. Берем, значит, магов, да? Троих магов в задний ряд. Итак, в чем заключается особенность такой команды? Во-первых, Воин, наш главный герой. У него есть эффект вампиризм, 50%. То есть 50% урона превращается в его жизни. А это очень хорошо. Здоровье 150, урон 50. То есть 25 урона он будет превращать в жизнь. Также сами маги. Да, в начале они слабые, у них всего 45 здоровья. Но зато сейчас они бьют сразу 6 целей по 15. А уже на следующем уровне урон увеличится вдвое. То есть будут бить по 30. Итак, как же посмотреть ветку развития? Вот нажимаем кнопочку, да? И мы видим, что у нас здесь мага можно развивать в очень разных направлениях. Ну, собственно, вот левая ветка у нас, да? Идет в конце. Мы можем получить вампира и повелителя вампиров. Давайте посмотрим, что это такое. 80% урона по всем, плюс 10% вампиризма у него эффект. Ну, это очень хорошо, я вам скажу. То есть убить его будет очень проблематично. Если считать то, что он стоит во втором ряду, это очень хороший будет у нас боец. Так, вот смотрим, что тут еще есть у нас в столице нежити нашей. Можно пойти купить артефакты какие-то. Давайте посмотрим, что это такое. Купить артефакты путешественника или зелья, да? Вот артефакты. Вот есть варианты покупки артефактов. Всякие инициатива, здоровье, там, вот, да? Урон. Магическую защиту героя на 20. То есть артефакты здесь надеваются на героя, как, собственно, и в компьютерной игре. И дают эффекты самому герою или же на всю команду распространяются. Мы сейчас покупать ничего не будем, потому как золото у нас всего 240. Этого очень мало, чтобы что-то купить. Берем задание. Еще одно возьмем сразу, чтобы дважды не бегать. Так, выходим из города. Сразу советую вам сохраниться, да? Потому как сохранить игру. Потому как первые бои, они бывают непредсказуемы. А нам нужно, чтобы... Нам нужно повысить уровень нашим магам, да? Ну так, идем сюда. Что здесь такое? Враждебная группа гоблинов. А ну давайте нападем. Боих тут очень много прям таких, смотрите. Вычислить исход битвы. Давайте посмотрим. Все выжили, мы победили, получили ботинки скорости. То есть мы использовали автобой. Так, надеваем теперь артефакты ботинки скорости. Увеличить инициативу героя на 10. Так, у нас есть пострадавшие. Ну, пока мы с ними ничего не будем делать. Вот, идем дальше на бананчик, да? Что здесь такое? Группу гоблинов, которые разделывают тушу. А ну давайте еще раз нападем. Давай теперь нападем без быстрой битвы, да? Вот, у них вот есть такие вот колдуны, да? Они сейчас сделали магию. Эффект щита. 10 очков повреждений добавили на этого гоблина, да? Сереньким он теперь стал у нас. Плюс 10 очков у него повреждений. То есть такой магический щит. Я бы сказал, они безвредные прям здесь. Бой происходит без какой-то красочной анимации, просто иконки. Вот мы на них нажимаем и, собственно, все. Получили золотое кольцо, его потом можно будет продать. Ну и какое-то количество опыта. Идем дальше. Его охраняет небольшая свита. Пока не будем его трогать. Нужно накопить хотя бы второй уровень. Осмотреть статую. Меч авантюриста, маска, сдержанность. И вот так вот. Артефакты здесь даются большим количеством прям. Их тут много. Можно продавать потом вовсю. Проблемы с артефактами здесь нет. Проблем с артефактами. Нападаем на гоблинов. У нас уже почти все, даже все уже выздоровели. Еще раз начинаем битву. И начинаем всех подряд потихонечку бить. Вот критический промах сейчас был у нас. Критический промах это такой промах, при котором ваш персонаж еще и получает повреждения. Мало того, что он промахнулся, так он еще и повреждения получил. Такая вот новая интересная штука здесь. Это как бы как маленькие подзадания тут идут. Вступить с ними в бой, с этими разбойниками. Как вы видите, наш главный герой хорошо справляется с пополнением. Пополняет себя жизнью. Только на счет раз. Все, всех перебили почти. Получили новый уровень. Золото также получили в награду. Итак, как происходит повышение уровней? Нам предлагается правый нижний уголочек, вот видите, такая римская двоечка. То есть оставить персонажа таким же, только он получит дополнительный уровень. Давайте посмотрим, что это такое будет у нас. Он будет бить уже не по 15, а по 18. Уровень 1.2. То есть такая вот фигня. То есть нам это не нужно. Нам нужно развить чернокнижника. Потому как по этой ветке, по ветке чернокнижника, в конце мы получим нашего заветного вампира, а затем и повелителя вампира. Для повышения уровня нам не нужно строить какие-либо строения. В нашем городе, собственно, там ничего не строится. А просто оплачивать текущую цену повышения. Вот 200 монет за каждого вольна. Причем здесь что удобно, то что мы можем развивать сразу 2 ветки, 3 ветки. То есть каких хотим, таких, ну, каких хотим персонажей, таких и развиваем. Ну, в данном случае всех чернокнижников. Главный герой же просто получает новый уровень. Вот, 50 жизней ему добавилось сейчас. И 25 повреждений. 25 урона и 50 жизней. То есть это очень даже хорошо, я вам скажу, для вольна. Вот, и так вернулись к путнику. Убить путника, свидетели, вам ни к чему. Так, и есть сказать, что вы ничего не нашли. Давайте так и скажем. Мы потеряли немножко репутацию. 32 репутации. Что же такое репутация? Вот у нас слева, снизу, над иконкой нашего главного героя, есть статистика отряда. Отряд, запас, пища, потребление пищи, золото, репутация, это слава, исцеление движением и исцеление отдыха. Итак, отряд это понятно, 4 из 4. Вот, пища это такой новый, скажем так, ресурс. Потребление пищи в ход. То есть чем выше уровень у ваших бойцов, тем больше потребление пищи за один ход требуется. Далее золото, это понятно. И репутация, и слава. Значит, репутация нужна для того, чтобы, вот давайте посмотрим, повышать наших бойцов. К примеру, вампир требует репутацию ниже, чем минус 280, да? А повелитель вампиров требует репутацию выше, чем 350, к примеру. Но также повелитель вампиров требует титул породитель тьмы. Вот, а здесь рыцарь ужаса требует предвестник смерти. Также здесь есть вот такие понятия, как первая атака, вторая атака. Что же это такое? То есть первая атака, это вот любой воин, 25 очков физических повреждений. А затем уже вторая атака будет у него смертью 40, но по всем. Ну, как бы он неудобный, скажем так. Смысл с этого 25, потом только на одного, а затем 40 по всем. То есть совсем какой-то простенький. Поэтому будем развивать вампира нашего. Вот, а слава же нужна для того, чтобы получить титул нашему главному герою. Сам титул, он ничего не дает. Вот. Только лишь возможность развития героя. Итак, задание. Сбор налогов и легендарные сокровища. Давайте посмотрим сбор налогов. Куда нам нужно идти? На карте. Вот сюда вот нам нужно было бы пройти для сбора налогов. Ну, мы сейчас здесь пока чуть-чуть походим. Потом уже, когда отряд чуть-чуть покрепчает, уже будем ходить дальше. Пройти в магазин артефактов, попробовать обокрасть и напасть. Ну, можно попробовать их обокрасть, да? Посмотрим, что тут нам пишут. Шанс успеха 20%. Мы этого делать не будем. Вот магазин артефактов мы, пожалуй, пройдем. Продадим нашу... Вот такое вот колечко наше продадим. И вторую маску. Зачем нам две маски? Еще интересно то, что артефакты здесь требует определенный класс героя. Вот, как вы видите. Лучник, да, здесь идет. Причем уровень не ниже третьего. Здесь разбойник. Здесь класс любой. Класс любой. Ну, собственно, класс любой. То есть нам нужен воин или любой. Пока мы ничего поднимем. Нападать пока мы на них тоже не будем. Выходим отсюда. Идем дальше. Ну, здесь, собственно, все понятно. Нажимаем быстрый бой. Сапоги стремительности. Меч-авантюрист. Вернуть золото путнику. Возвращаем. Получаем репутацию. Но зато отдаем все золото. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Продолжение следует...